Здравствуйте! Это программа Город С. Я Елена Чернявская. Безопасность на дорогах, соблюдение правил дорожного движения не перестают быть актуальными никогда. Опасны магистрали города и способы снижения там аварийности. Об этом и о многом другом интересном и автомобилистам, и пешеходам поговорим сегодня в нашей программе с моими гостями в студии. Александр Александрович Дерябин, исполняющий обязанности начальника ОГИБДД Управления ВД России по городу Самаре, подполковник полиции и Ирина Александровна Тарпанова, начальник отделения пропаганды ОГИБДД Управления ВД России по городу Самаре. Здравствуйте, уважаемые гости! Ну что же, да, давайте мы с вами поговорим. Тем очень много, особенно, конечно, связано и с началом летнего периода, это и детские летние каникулы. Ну, а вначале хотелось бы, конечно, мне с вами поговорить о том и узнать, конечно, в каких районах наблюдается рост дорожно-транспортного травматизма. Александр Александрович, этот вопрос к вам. В настоящее время по итогам четырех месяцев в городе Самары зафиксировано 338 ДТП, в которых 391 человек получили телесные повреждения и 7 человек погибли. Данная статистика говорит о том, что у нас наблюдается рост по количеству ДТП и по количеству пострадавших в них людей на 30%. В настоящее время ситуация находится под контролем с целью профилактики отдельных видов нарушений, снижения причин дорожно-транспортных происшествий. Госинспекция проводит различные профилактические мероприятия, деятельность по линии пропаганды, работу с населением. Из общей массы ДТП основными видами у нас были и остаются наездные пешеходы и столкновения. Конечно, преобладающие количество ДТП это у нас наездные пешеходы, 147 наездов. Если их рассмотреть в разрезе мест совершения, то половина этих ДТП произошла на регулированных пешеходных переходах, остальная часть на нерегулированных. В настоящее время статистика говорит о том, что случаются дорожно-транспортные происшествия по вине самих пешеходов ввиду элементарной человеческой невнимательности. Ну, опять же, заметим, да, и наушники, и капюшоны, и подростки, и велосипедисты, и средства индивидуальной мобильности. Ну, об этом, обо всем мы поговорим немножечко попозже, обязательно коснемся этих категорий. Но, тем не менее, какие районы города в основном превалируют, вот чаще всего ДТП совершаются у нас в городе? Районы, которые сами по себе, по своей численности, по своей площади, большие, такие как Промышленный, Кировский, Красноглинский район. Ну, от этого числа они отстают, конечно, и густонаселенная часть, старая часть города. Это Самарский, Ленинский районы. Все примерно растут пропорционально. Спасибо. Ирина Александровна, вопрос к вам. ДТП с участием несовершеннолетних. Также прошу привести статистику за 4 месяца. И, как я в начале программы сказала, начало летних каникул. Сейчас нужно быть особенно бдительным детям, ну и, конечно, родителям. Верно? Конечно. У нас за 4 месяца текущего года произошло 46 дорожно-транспортных происшествий, в которых у нас пострадали 45 несовершеннолетних, и один ребенок у нас погиб. Это 4-летняя девочка, которая гуляла одна во дворе. В результате дорожно-транспортного происшествия, когда она попыталась перейти проезжую часть, у нее был допущен наезд автомобилем, и через некоторое время уже в больнице у нас ребенок скончался. Мы имеем рост по количеству дорожно-транспортных происшествий практически на 50% за 4 месяца. Естественно, по погибшим на настоящий момент мы имеем рост 100% и 32% по количеству пострадавших в ДТП. Что касается категорий, у нас 16 пострадали в качестве пассажиров, 25 в качестве пешеходов и 5 велосипедистов. Как в качестве пешеходов, так и в качестве велосипедистов мы наблюдаем рост. За аналогичный период прошлого года у нас с велосипедистами дорожно-транспортных происшествий еще не было. На настоящий момент у нас уже за 4 месяца 5 дорожно-транспортных происшествий. С чем это связано? У меня вполне резонный вопрос, то ли с популярностью вот этих летних видов транспорта, велосипеды, сим, электросамокаты, гироскутеры и так далее и тому подобное. Почему растет количество ДТП? И ведь последствия-то серьезные. В этом году погода сыграла с нами злую шутку. Дети на велосипедах, самокатах, средствах мобильности вышли на дорогу намного раньше, чем в прошлом году. Ну и немного, видимо, подзабыли правила дорожного движения, потому что в основном дорожно-транспортные происшествия с велосипедистами у нас происходят из-за того, что они не спешиваются на пешеходном переходе. ДТП с участием пешеходов. Что показывает статистика Александра Александровича? И какие все-таки основные нарушения происходят вот в этой части вопроса? Расскажите, пожалуйста. Наезды на пешеходы, как я говорил ранее, уже у нас преобладающим видом дорожного транспортного происшествия остаются 147 фактов. Половина из этих фактов у нас произошли на пешеходных переходах, как регулированных, так и нерегулированных. Остальная же часть – это, опять же, наезды пешеходов, но вне пешеходных переходов, по вине самих пешеходов, где были зафиксированы переходы в неустановленном месте, переходы проезжей части вблизи пешеходных переходов, но, опять же, не убедившей безопасности. Превладают такие нарушения, как выход на проезжую часть из-за стоячего транспортного средства, из-за какого-либо объекта, ухудшающего видимость. То бишь, это здание какое-то, сооружение. Ну и, конечно же, это использование пешеходами во время движения наушников, сотовых телефонов, отвлечения. Это тоже, конечно, сказывается на результаты, на статистике. А вот в основном ДТП с участием пешеходов происходит в дневное или в ночное время? Ну, проведенный анализ показывает, что утренний пик и вечерний пик – это самое наибольшее количество дорожных транспортных происшествий фиксируется в это время. Как раз, когда все идут на работу, вот, и, соответственно, с работой. Вот это два временных промежутка с 7 до 10 и с 18 до 20. Профилактическая работа, которая ведется в данном случае вашим ведомством, Марина Александровна, она на виду. Ну, лично я часто выхожу с вами в рейды и наблюдаю, как вы и ваши сотрудники, ну, действительно добросовестно выполняете свою работу и разговариваете. И за редким-редким исключением, ну, какие-то, да, штрафные санкции применяете. В основном вы всегда ведете разъяснительную беседу и с пешеходами, и если мы выходим в рейд по велосипедам и самокатам. Поэтому вот все-таки результаты этой работы, они, ну, должны как-то сказываться в цифрах, мне кажется. Вы согласны со мной или нет? Конечно, согласна. И хочется отметить, что если мы достаточно долгое время проводили рейды около парка Гагарина, то мы уже видим заметные результаты. Так. Что пешеходы правильно переходят, и велосипедисты, и самокатчики спешиваются. И вот недавнего времени мы провели рейд на загородном парке и увидели немножко другую картину. Там нарушителей было в разы больше. И приходилось объяснять, почему мы здесь, какую работу проводим. Естественно, и ругали, и хвалили, и, как всегда, дарили подарки, чтобы, так сказать, отметилось это в голове у наших участников дорожного движения. Средства индивидуальной мобильности буквально на днях произошло достаточно резонансное ДТП. Александр Александрович, дайте комментарий. На прошлой неделе произошло дорожное транспортное происшествие с участием водителей грузового транспорта и лица, управляющих самокатом. Ситуация заключается в том, что лицо, управляющие самокатом, не спешилось перед пешеходным переходом. Двигалось оно на разрешающий сигнал светофора. Вместе с тем водитель при повороте допустил наезд на данного водителя самоката. С 1 марта в правила дорожного движения вступили ряд изменений, которые как раз и регламентируют движение лиц, управляющих средствами индивидуальной мобильности, где одно из условий как раз и необходимость спешиваться перед пешеходным переходом, переходить его пешком, ведя с собой самокат. В данном случае данного требования водителям самоката не было выполнено, было пренебрежено. Никто, конечно, здесь не оправдывает ни водителя самоката, ни водителя грузового транспорта, но эта ситуация показывает тот случай, когда оба участника дорожного движения пренебрегли элементарными правилами безопасности. А есть ли информация, если она, конечно, не секретная, озвучите, пожалуйста, а что сказал водитель грузовика? Он не увидел самокатчика или как вообще? Данное дорожно-транспортное происшествие находится в компетенции органов дознания, поэтому ход расследования уголовного дела в компетенции органов дознания. Еще в процессе. Спасибо. Давайте продолжим. Ирина Александровна, профилактическая работа с детьми. Я знаю, что вы проводите периодические рейды внимания и деятельности. Расскажите о важности проведения этой работы. Как раз на днях, начиная с 25 числа и по 25 июня у нас в городе Самаре будет проходить широкомасштабная акция «Внимание, дети! Летние каникулы». То есть начинаем мы ее до каникул, то есть мы проводим и родительские собрания, и беседы с детьми. И потом уже в процессе, когда они уходят на каникулы, мы проводим профилактические мероприятия уже в пришкольных лагерях и захватываем уже детские оздоровительные. Также будут проведены профилактические мероприятия во дворах, в парках. Мы будем привлекать нашу лабораторию ПДД для того, чтобы на практике объяснить детям, как переходить в проезжую часть, как не попадать в дорожные ловушки и в процессе рассказывать, как быть в безопасности на дороге. Ну и традиционно наверняка будете выезжать в пригородные детские лагеря. Конечно, обязательно. Александр Александрович, как складывается ситуация с водителями, севшими за руль в состоянии алкогольного опьянения? Какие меры профилактики? Ну и опять же, если есть статистика, озвучите ее, пожалуйста. Что касается водителя, управляющего транспорта, нетрезвого состояния. За 4 месяца настоящего года зафиксировано 8 дорожных транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельства. Которые приравниваются, да? Которые приравниваются, да, к нетрезвому состоянию. Если сравнивать с прошлым годом, то есть положительная динамика, есть снижение данного количества, данного вида ДТП с участием нетрезвых водителей на 30%. Но не стоит на этом останавливаться. Государственная инспекция регулярно проводит профилактические мероприятия под условным названием «контроль трезвости», в ходе которой как раз и обращается внимание на данный вид нарушений. Давайте поподробнее вот об этом поговорим. Во-первых, какое время суток в основном проводятся эти рииды? Не лишним будет напомнить об административной ответственности за состояние алкогольного опьянения за рулем – это два. Ну и, наверное, какие права у водителей, если остановил сотрудник ДПС, есть? Все контрольные профилактические мероприятия проводятся, исходя из анализа, статистики, и выпадают, как правило, на выходные, праздничные дни, как раз когда у населения много свободного времени, когда погодные условия располагают, и, соответственно, в данный период как раз и характеризуется большим всплеском управления транспортным средством и нетрезвого состояния водителей. Как правило, это же ночное время, вечернее, ночное, утреннее. Вот эти периоды как раз и дают результаты по выявлению данных водителей. В текущем году свыше 500 водителей нетрезвого состояния были выявлены за нарушение статей 12.8.12.26 Кодекса об административных правонарушениях. Санкции данных статей предусматривают лишение от полутора до двух лет права управления. Дополнительно это административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Но стоит отметить, что помимо штрафных санкций и лишения последствия управления заключаются еще в том, что водитель по окончании срока лишения должен будет сдавать теоретический экзамен повторно на знание правил дорожного движения, проходить медицинское освидетельствование, заключение получать. Кроме того, лица, которые попадают под данный вид нарушений, также встают на учет в ОНД. Соответственно, последствий много. Достаточно серьезные и, по большей части, неприятные. Совершенно правильно, да. Помимо административной ответственности, еще предусмотрена и уголовная ответственность за повторное управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Здесь санкции уже более строгие. Здесь предусмотрены и штрафные санкции от 200 до 300 тысяч рублей. А также лишение срока свободы на срок 2 года. А вот здесь о чем статистика говорит? Повторно водителей попадаются? Как ни прискорбно, да. Водители попадаются повторно и в текущем году, в текущем году мы как раз наблюдаем рост выявленных нарушений, рост количества уголовных дел по статье 264 прим. 1. Спасибо. А сейчас предлагаю еще ненадолго прерваться и посмотреть сюжет. Проводили вот как раз мы говорили, рейд, пешеходный переход. Давайте посмотрим и послушаем, что говорят сами водители, почему они пропускают пешеходов. Наезды на пешеходов составили почти треть от всех ДТП, произошедших в Самаре с начала года. По данным госавтоинспекции, за 4 месяца произошло 147 ДТП с наездами на пешеходов, в которых 5 человек погибли, 144 получили ранения. Число подобных случаев на пешеходных переходах составило 79 ДТП, в результате которых 1 человек погиб, 80 ранены. Чаще всего пешеходы оказываются под колесами из-за нарушения правил проезда по пешеходным переходам водителями. Ежедневно происходит наезд на пешеходов. Но основными у нас причинами это является, вот именно пешеходы переходят в неположенном месте, водители у нас не представляют преимущества. А также еще у нас есть такой вид ДТП, это как проезд перекрестком, запрещающий сигнал светофора, где водители тоже игнорируют, проезжают, а пешеход на свой зеленый идет и как попадает под колеса. В ходе рейда водителям рассказали о необходимости при подъезде к пешеходному переходу снизить скорость и быть готовыми к появлению пешеходов. На перекрестках стоит помнить, при повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим в проезжую часть. Антон Захаров водитель со стажем. Особое внимание при вождении уделяет именно пешеходам и старается не нарушать правила ПДД. Надо пропускать пешеходов всегда. Я всегда пропускаю. Соблюдаю ПДД и скоростной режим в городе. А чем чревато, если водитель не пропустит пешеходов? Очень много последствий. Во-первых, для людей, кого он собьет. Во-вторых, для него судебный срок. Кому это нужно? Лучше пропустить. У этого водителя стаж вождений более 20 лет. И он считает, что такие рейды ГИБДД дисциплинируют и водителей, и пешеходов. Есть граждане, которые злоупотребляют своим правом, но правильным транспортным средством. Некоторые лихачат, пешеходов не пропускают. И не только в городе, и, как говорится, за городом в области. Очень много всяких нарушений, перестроений. Перестроения зачастую, когда какая-то ситуация происходит, спорные. То есть без присутствия сотрудников ГИБДД трудно нарушить или привлечь какой-то дисциплинарной ответственности. То есть это перестроение, создание аварийной ситуации. Где-то вот на пешеходных переходах бывает обгоняет одна другую машину, то есть и чуть не совершает наезды на пешеходов. При сотруднике ДПС такие правонарушения искореняются бахом в городе. Инспекторы ДПС проводят с водителями профилактические беседы, рассказывают об опасности, которые может подстерегать на проезжей части. В случаях, когда разъяснительных бесед становится недостаточно, в ход идут штрафные санкции. За непредоставление преимущества пешеходам водителю грозит административное нарушение, за которое презентуется статья у нас 12.18 КУАП РФ и привлекут ее к национальной ответственности со штрафом от 1,5 до 2 тысяч. Сотрудники ГИБДД настоятельно советуют водителям и пешеходам неукоснительно выполнять требования правил дорожного движения. От этого напрямую зависит их жизнь и здоровье. Рейды по выявлению нарушителей будут продолжены. Ирина Александровна, хотелось бы спросить вас о тех рейдах, которым вы, служба пропаганды, уделяете особое внимание. Вот как вы считаете, какие рейды, особенно в летний период, наиболее актуальны для наших граждан? Ну, во-первых, остается как пешеходный переход, естественно, так как у нас идет рост по наезду на пешеходов. Это и рейд по велосипедистам, и самокатчикам. И, конечно, мы даже при всем том, что у нас идет снижение по детям-пассажирам, не должны забывать про детские удержащие устройства. То есть, в принципе, летом все то же самое, что и круглогодично у нас проходит. Поэтому мы относимся ко всему строго и проводим рейды постоянно. Разные. Да, ну, кстати, рейды вы еще и проводите и в учебных заведениях. Расскажите, в каких весенний, зимний период вы проводили мероприятия, в каких учебных заведениях? Так как у нас сейчас в дорожно-транспортные происшествия попадают в основном подростки, начиная там с 15, 16, 17 лет, мы проводим профилактические мероприятия в колледжах и старших классах школ. Рассказываем и про дорожные ловушки, рассказываем про основные правила дорожного движения, проводим краш-курсы, показываем видеосюжеты дорожно-транспортных происшествий, которые произошли на территории Самары. Мероприятие это достаточно такое психологическое, оно, так сказать, затрагивает струны души, поэтому дети смотрят, им интересно, и я думаю, что вот эта информация откладывается надолго у них. В летний период возрастает количество транспортных средств с затонированными стеклами. Как сотрудники госавтоинспекции борются с тонировкой? Эта проблема возникает у нас ежегодно, характеризуется она наступлением солнечных дней, жарких деньков, высоких температур, и госавтоинспекция регулярно также проводит профилактические мероприятия, рейды по тренировке, так называемые, в ходе которой с водителями проходит профилактическая беседа. Нарушения все фиксируются, документируются. Помимо административного штрафа за нанесенное пленочное покрытие, светопробуссионализм которого не соответствует ГОСТу, ГОСТу сотрудник выдает водителю письменные требования о необходимости устранения данного нарушения, в противном случае при повторном фиксировании административного нарушения за тренировку водителя будет привлечен к статье, по статье 19.3 Кодекса об административном нарушении. Данная статья предусматривает в виде наказания арест до 15 суток. Ну что же, не хочется прощаться вот на такой негативной ноте, все-таки я хочу предоставить вам коротенькое заключительное слово. Вот чтобы не стать участником дорожного происшествия, все-таки о чем нужно помнить, Александр Александрович? Хочется напомнить всем участникам дорожного движения, что обеспечение жизни и сохранности на дороге – это дело каждого. Каждого пешехода, каждого пассажира, каждого водителя. Пешеходам необходимо перед выходом на районную часть убеждаться, что транспорт все это пропускают, потому что зачастую пешеходы, не оглядываясь, не осматриваясь по сторонам, выходят на проезжую часть и забывают, что в соответствии с правилами у них есть такая же обязанность – продолжить движение, только убедившись, что транспорт все остановились. Да, безопасность. Ирина Александровна? Ну, а я традиционно хочу обратиться к родителям, чтобы они были примером для своих детей, соблюдали правила, напоминали детям ежедневно о правилах дорожного движения, ну и, конечно же, контролировали местонахождение своих детей, что является самым главным – безопасность дорожного движения. Спасибо вам большое за участие в программе. Без аварийных цифр вам желаю я. Спасибо. Ну, а вам, уважаемые телезрители, конечно же, помнить, что дорога – это все-таки место повышенной опасности. Следите за своими детьми и, конечно же, соблюдайте правила дорожного движения. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!